Добрый день! Урок математики 3 класс. Тема умножения и деления повторения. Усмещает. Объясни, почему верны равенства? 7 умножить на 14 равно 14 умножим на 7. У нас и левая, и правая часть равны, так как используются одинаковые множители. Мы с вами знаем закон, а в перестановке множителей произведения не меняется. То есть множители 7 и 4, 14 поменяли местами. Второй пример. Скобка открывается. 6 плюс 7 умножить на 5 равно 6 умножить на 5 плюс 7 умножить на 5. То же самое равны. Мы 5 умножили на каждое слагаемое из суммы. Третий пример. 28 умножить на 1 равно 28. 8. Вспоминаем правило умножения любого числа на 1. Получается то число, которое мы умножали. Следовательно, правая часть равна левой части. Следующее. 49 умножить на 0. Опять же вспоминаем правило умножения на 0. При умножении на 0 любого числа получается всегда 0. Значит, у нас левая часть равна правой, и получится 0. И последний пример. 0 разделить на 17 равно 0. Опять же, еще одно правило, которое мы с вами учили ранее. Когда 0 делим на любое число, получается всегда 0. Повторили с вами правила, которые умножение на 1, на 0, деление 0 на число. И вы должны их помнить и использовать всегда в своей работе. Переходим к задачам. Также у нас не счет. В одной неделе 5 рабочих дней. Сколько рабочих дней в 4 неделях? Значит, мы с вами будем... Какая особенность? По 5 брать 4 раза, потому что 4 недели. 5 умножить на 4 равно 20 рабочих дней в 4 неделях. Вторая задача узко решаем. 20 детей посадили за парты по 2 человека. Сколько парт они заняли? 20 необходимо разделить на 2, потому что сажали по 2 человека. 20 делим на 2 равно 10 парт заняли дети. Мы с вами до этого работали с действиями умножения и деления. Вспомните, как называются компоненты и результат умножения. 3 умножить на 4 равно 12. 3 – это первый множитель. 4 – это второй множитель. 12 – это произведение. Вспомним, как связан каждый множитель с произведением. 4 умножить на 2 равно 8. 8 разделить на 4 равно 2. 8 разделить на 2 равно 4. 8 – это произведение. 4 – это множитель. Два – тоже множитель. Перенестительные свойства умножения. Если произведение двух множителей разделить на один из них, то получится другой множитель. В этим правилах пользуйтесь мелких математик, и они нужно всегда помнить. Особенно, когда мы с вами выполняем или решаем уравнение. То есть, как нам найти неизвестный множитель, мы должны произведение разделить на известный множитель. Итак, работаем по учебнику. Страница 105, номер 2. Табличка. Как называются компоненты при умножении? Мы с вами повторили ранее. Множитель, множитель произведения. Итак, первый множитель 8, второй множитель 7. Чему равно произведение? Вспоминаем правило. Чтобы найти произведение, необходимо множитель 1 умножить на 2 множитель. Равно 56. Это таблица умножения. Вторая строка. Первый множитель нам с вами неизвестен. Второй множитель это 9. И произведение 72. Как нам найти неизвестный множитель? Мы должны произведение разделить на известный множитель. 72 разделено на 9 равно 8. И третья строчка. Первый множитель 6. Второй множитель неизвестен. Произведение 42. Как найти неизвестный второй множитель? Мы должны произведение разделить на известный первый множитель. 42 разделить на 6 равно 7. Переходим в деление. 45 разделить на 5 равно 9. Вспоминаем название компонентов при делении. 45 – это делимое, 5 – это делитель, 9 – это частное. Также работаем над номером вторым. Делимое называется компонентом, сами до этого повторили, делитель и частное. Делимое – 54, делитель – 9. Как найти частное? Мы должны делимое разделить на делитель. 54 разделим на 9 равно 6. Второй столбец. Делимое неизвестно. Делитель – 8, частное – 6. Как найти неизвестное делимое? Мы должны частное умножить на делитель. 6 умножим на 8 равно 48. И третий столбец. Делимое – 63. Делитель неизвестен. Частное – 7. Как найти неизвестный делитель? Нужно делимое разделить на частное. 63 разделим на 7 равно 9. Справились с этим заданием. Работаем по учебнику. Страница 105, номер 3, номер 5. Это устная работа. Нам нужно с вами сделать вывод и закончить предложение. Итак, если произведение разделить на один из множителей, то получится... Совершенно верно. Другой множитель. Если делитель умножить на частное, то получится делимое. И третье выражение. Если делимое разделить на частное, то получится делитель. Хорошо, справились с данным заданием. Продолжаем. Номер 5. Такие же высказаны, как и до этого были. Чтобы найти неизвестный множитель, надо произведение разделить на известный множитель. Чтобы найти неизвестное делимое, надо частное разделить... Надо частное умножить на делитель. И последнее. Чтобы найти неизвестный делитель, надо делимое разделить на частное. Вы должны помнить про эти правила. Всегда не пользоваться на уроках математики. Итак, переходим к решению уравнения. Это номер 5 под цифркой 2. Итак, первое уравнение. Объясните решение уравнений и проверим. Х умножим на 24 равно 72. Х равен... Мы какое-то число умножили на 24 равно 72. На самом деле в действии здесь умножение. Вспоминаем название компонентов при умножении. Первый множитель, второй множитель и произведение. Как найти неизвестный первый множитель? Мы должны произведение разделить на известный второй множитель. Значит, х равен... 72 разделим на 24. Х равен 3. Выполняем проверку. 3. Подставляем вместо х уже полученное число, которое мы с вами нашли. 3 умножить на 24 равно 72. 72 равно 72. Второе уравнение. Х разделить на 18 равно 5. Действие деления. Вспоминаем название компонентов при делении. Делимое, делитель, частное. У нас там здесь неизвестно делимое. То есть какое-то число мы разделили на 18 и получилось 5. Как найти это неизвестное число, делимое? Мы должны частное умножить на делитель. 18 умножаем на 5. Х равен 90. Выполняем проверку. 90 разделить на 18 равно 5. 5 равно 5. Уравнение решено первым. Третье уравнение. 51 разделить на х равно 17. Опять же действие деления. Вспоминаем название компонентов делимое, делитель, частное. Только в данном уравнении у нас неизвестен делитель. Как мы найдем неизвестный делитель? Мы должны делимое разделить на частное. 51 делим на 17. Х равен 3. Выполняем проверку. 51 разделить на 3 равно 17. 17 равно 17. Переходим к номеру 3 со скобочкой. Реши уравнение и не вычисляй. Х умножить на 18 равно 18. Посмотрите внимательно. Какова особенность этого уравнения? Мы с вами вначале повторяли правило умножения на 1 и на 0. Как вы думаете, чему будет равен х в данном случае? Да, совершенно верно. При умножении любого числа на 1 получается это же число. Значит, у нас будет в первом уравнении х равен 1. 1 умножим на 18 равно 18. Переходим ко второму уравнению. х умножим на 24 равно 0. Действие умножения. В названии компонента вспоминаем множитель-множитель произведения. Здесь какое-то число умножим на 24 и равно 0. Опять же, возвращаемся к началу урока. Вспоминаем правило. При умножении любого числа на 0 всегда получается 0. Значит, у нас в данном случае х равен 0. 0 умножить на 24 равно 0. Третье уравнение. 36 разделить на х равно 1. Это действие деления. Вспоминаем название компонента делимой, делитель, частное. У нас здесь неизвестен делитель. Правило. Как найти неизвестный делитель? Мы должны делимое разделить на частное. Здесь у нас 36 разделить на какое-то число и получилось 1. Опять же, при делении самого числа на само себя получается всегда единица. Следовательно, здесь будет х равен 36. 36 разделить на 26 равно 1. И последнее уравнение. Х разделить на 1 равно 17. Вспоминаем правило умножения на 1. 17 разделить на 1 равно 17. Хорошо, справились с данным заданием. Переходим к геометрическому материалу или заданию. Вам необходимо в ситуации будет начертить данный отрезок длиною 3 сантиметра. То есть вы чертите первый отрезок 3 сантиметра. Далее. На черте отрезок, это следующий будет, длина которого равна 4 таким отрезкам. То есть получается мы по 3 сантиметра возьмем 4 раза. Как нам легче узнать длину данного отрезка? Мы должны с помощью сложения. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 равно 12 сантиметров. Какая очень длинная и неудобная запись. Можно ее заменить умножением. 3 умножить на 4 равно 12 сантиметров. Длина второго отрезка равна 12 сантиметров. Итак, вспомните, как называются компоненты и результат умножения. 3 умножить на 4 равно 12. 3 это первый можете. 4 это второй можете. 12 это произведение. Еще раз вспоминаем правила нахождения. Неизвестного множителя. Если нам неизвестен какой-то множитель, мы должны произведение разделить на известный множитель. Деление. Первый компонент делимое, второй делитель, третий частное. Если, допустим, нам неизвестен делимое, мы должны частное умножить на делитель. Если неизвестен делитель, то мы делимое делим на частное. Но если неизвестное частное, то мы делимое разделим на делитель. Итак, подводим урок нашего урока. Итог нашего урока. Вы должны помнить название компонентов при умножении и делении. Уметь находить неизвестный компонент, пользуясь правилами, которые мы с вами сегодня повторяли. Легко работать с уравнениями, опять же, используя данные правила, то есть нахождение неизвестного компонента или х, или полто другого неизвестного числа. Домашнее задание у вас будет страница 105, номер 4. Вам необходимо будет решить данные примеры и выполнить к ним проверку. Урок окончен. До свидания.